Итак, сегодня 16 января 2022 года, День памяти пророка Малахии, приходится на воскресенье. В следующий раз такое будет только в 2033 году, 11 лет спустя. И вот только тогда мы сможем этот день, воскресенье Христово, соединить с Днем пророка Малахии. И хочу вам о нем рассказать, я очень почитаю этого пророка, читал его книгу, она меня в свое время потрясла, в 90-е, когда я еще был неофитом. Ну, по сути, я и сейчас таковым остаюсь, восхищенным верой и христианством в истории. Я тогда изучал историю ветхозаветных пророков, больших и малых. И вот Малахия, пророк, день сегодня, которого мы вспоминаем, 16 января, переводится его имя как Вестник или Посланник Божий. Народ ему дал это имя, потому что о родителях его ничего не известно. А имя это ему дал народ, Вестник или Посланник Божий, за доброту, красоту, ангельскую чистоту и служение народу. Сказано, что он много раз беседовал с ангелом лично, вот как мы сейчас с вами, поэтому такое необычное имя. Он скончался в молодых летах, поэтому на иконах изображается не с седовласым стариком, с бородой большой, а в таком юном виде, волосы еще не седые. То есть это значит, что он скончался до 40 лет земных наших, обычных. Он был автором книги, пророческой, мессианской книги, особой, которая так и называется, книга пророка Малахии. Она в православной Библии состоит из четырех глав, в еврейской из трех глав. И она завершает книгу пророков, потому что он является, Малахия, последним пророком Ветхого мира до явления Иоанна Крестителя, которого он предсказал. Но это я расскажу чуть позже. Итак, он автор вот этой книги, я вам советую ее прочитать. Это великолепное произведение, явно, что написано одним человеком, не собранное произведение, а единое, очень гармоничное. Поэтому ученые богословы говорят, что он, скорее всего, происходил из священнического рода, хотя привык доказательств этого нет, поскольку мы не знаем имен его родителей. Но мы знаем, что он родился на севере Палестины, в селении Суфа. Сейчас этого селения не сохранилось. Есть подобные в Таиланде и в Испании, наверное, в честь вот этого городка своего рода, Суфа. Значит, в племени Завулонова он родился. Эта территория север Палестины подчинялась этому племени. Север Палестины, города Назарет и другие, гора Фавор, они как раз располагались во владении этого племени. То есть пророк происходил, Малахия, из территории, где потом подробно описывалась и происходила и описывалась жизнь Христа Спасителя, которого он тоже предсказал. Это тоже очень важно, потому что в этой истории христианской, еврейской ничего просто так не происходит. Значит, как я сказал, он жил после плена Вавилонского и пророчил, когда храм Соломонова уже был построен. И там происходили службы. Он явился после пророка Агея и Захарии, которые тоже служили одновременно, друг за другом в те времена. Это 400 лет до Рождества Христова, то есть за 4 века до этого. Храм Соломона уже действовал, и вот как раз пророк Малахия, главный смысл его произведения, его книги, значит, это обличение народа еврейского и священства. Поэтому книга пророка Малахии, она актуальна до наших дней, потому что и сегодня все те прегрешения, которые совершают, к сожалению, священники, наши православные, католические, другие, да и в иудействии, в исламе, пороки все одни и те же. Поэтому можно это отнести и к нашим, и ко всем другим священникам. Что же он обличал? Ну, конечно, это нравственное падение, разврат, корысть, тяжательство, ложь, лицемерие. Как священников, которые брали деньги за службу и не исполняли должным образом, без страха Божия, обряды правильно, то есть превратили это служение в работу. И этим наживались. Кроме того, народ возмущался тому, что они неблагочестиво себя ведут, живут, нет благоговения в службе, нет истинной жертвы, вот обличал за это пророк Малахия. То есть по накатанному, по бумажке работали, без сердца, без души молились. И народ роптал, поэтому. И пророк это предвидел, предчувствовал и говорил, что это падение будет продолжаться и продолжаться и после него. Значит, священники, как он обличал их, служат лицемерно, нарушают заповеди, значит, и соблазн сеют в народе. А какой соблазн? Соблазн то, что они вот так себя ведут и так хорошо живут, с одной стороны, а с другой стороны призывают жить благочестиво, а благочестивые люди же бедные, несчастные, а живут хорошо только те, кто и Богу не молится или жертву заплатил, как тогда было принято, 10 процентов и все. То есть, с одной стороны, пророк Малахия осуждал тех, кто не жертвовал на церковь десятину, а с другой стороны, значит, вот за эти неправильные проповеди, за соблазн народа осуждал священство, значит, того времени. Ну и сегодня тоже, потому что эта книга пророческая, она действует до сих пор, значит, осуждал он их и обличал за то, что бесславит Бога своего, своими действиями, поступками, образом жизни, за небрежность в деле богослужения. Вот эта мысль проходит много раз в его книгах. За что же он обличал народ сам? За отсутствие страха Божия. Это то, что актуально и сегодня. За нарушение теократических обрядов и обычаи Моисеева. Что можно, что нельзя. Не укради, не убей, не желай друга своего, чужой жены и так далее. Значит, вот пророк Малахия, запомните, он обличал больше всего, значит, еврейский народ за разводы. Он считается покровителем заступников брака. То есть, он противник разводов. Вот святой пророк Малахия. Больше всего он обличал евреев за то, что те по выгоде своей ни за что разводятся и обрекают свои вторые половины на бедное существование. За это, он говорил, ждет народ суд Божий. То есть, он был противником разводов. Обличал за чародейство, блуд, за ложные клятвы, за удержание платы, за притеснение вдов и сирот, за уклонение от жертвы. Вот то, что я говорил, 10% этих за то, что уклонялись евреи. Ну, понятно, хитрые, хотели хорошо жить и ничего не платить. А это было нарушением закона Моисеева и закона Божия. Конечно, осуждал за богохульство. Именно пророк Малахия предсказал появление Иоанна Пророка, Иоанна Крестителя, как ангела и благовестника, о приходе скором Мессии, то есть Иисуса Христа. Значит, он его так и называл. Он не называл имя, но он говорил, что после пророка и ангела придет Мессия. И говорил так убедительно, что это будет тотчас, то есть очень быстро. Значит, он, пророк Малахия, также предвозвещал язычникам спасение и принятие их в Царствие Божие. То есть, в отличие от других пророков, как Агей, Захария и до них, он не выжигал, как говорят, каленым словом, каленым железом язычников всех подряд. Он все-таки говорил как раз о том, что придет Мессия, через которого народы язычески обретут веру и войдут в Царствие Небесное. И он также обличал, вернее, говорил, что он там одно только племя обличал, ненавидел его конкретное. Значит, а все другие народы, он говорил, что они спасутся. Кроме того, он говорил, что вот этот ангел предвосхитит Христа Спасителя, Мессию, что надо к нему готовиться. Значит, заметил я, вот посмотрел, это тоже мало кто знает и говорит об этом. Пророк Агей жил больше, чем пророк Захария, а пророк Захария жил больше, чем пророк Малахия. А пророк Малахия жил дольше, чем пророк Иоанн Креститель. То есть постепенно, даже на физическом уровне, продолжительность жизни пророков в последние 500 лет до Рождества Христова уменьшалась. То есть дары усиливались пророчески, а жизнь земная их сокращалась, сокращалась и сокращалась. Поэтому пророк Малахий, вот он и молод был, и ушел, от чего неизвестно, мы этого не знаем. Погребен он был в своем же селении, Суфа. Ну, разумеется, могила не сохранилась, и праха его не осталось. Поэтому вот такой удивительный пророк, замечательный человек, предвестник, спаситель, обличитель всего нечисти, которое, к сожалению, творится и у нас сегодня. Я ему читал сегодня «Тропарь», «Контакт», «Величание», значит, пророку Малахия. Очень рад, что я в свое время познакомился с его трудами, прочитал о его жизни, толкование на его слова, почитал дореволюционные. Он очень много цитировался, в Евангелии много приводятся его слов, в Новом Завете очень много в Евангелии ссылок на его слова обличительные и на его мессианские пророчества. Так что вот такой у нас сегодня праздник. С этим все поздравляем. Продолжение следует...